ну что же здравствуйте друзья надеюсь меня слышно буду снимать в эту сторону потому что не специально против солнца потому что ветер дует из-за моей спины поэтому возможно вам не слышно что то не суть а сегодня у нас 23 получается 22 сентября 2018 года и из-за того что оставят такие прекрасные сентябрьские погоды не характерны для нашего региона я решил сегодня опять таки вырваться в субботу полетать на нескольких своих самолетах которых у меня еще остались из самодельных и собственно говоря из тех которые были куплены ранее часть вы уже видели а часть нет и если это видео получится если вы вы смотрите она значит получилось в конце будет фотографии как и собирал самолет про который сейчас скажу даже не самолет планер правильно будет говорить планер потому что там нет двигателя вот ну и на чем сегодня собираюсь летать вот тут такая небольшая компоновочка и вы можете наблюдать что у нас есть самолет который называется mxsr я про него уже говорил он куплен был на хобби кинге помог двенадцатом году и с тех пор он выход если смотрели предыдущие мои репортажки немножко пострадал несколько раз мы посмотрим что в этот раз не будет а и также есть этот планер метательный он там есть такая специальная держалочка для пальца но я не знаю во что сегодня превратится вообще летает ли он летабельный ли он потому что я его сделал это был мой первый опыт изготовление такого рода конструкций он радиоуправляемый с элеронами хотя изначально конструкция такого не предусматривала конструкция полностью моя за основу я взял я может быть покажу вам какую основу я взял вот но в целом вот так вот он выглядит в разобранном виде очень длинная у него морда сделано было по конструкции пеноматериал в общем и эпоксидка сверху со стеклотканью поэтому такой монокок достаточно прочный но видите тут вот растрескался такие полосочки появились но это мой первый опыт тут вот есть тяги вот они видны вдоль фюзеляр идут в целом здесь в данном аппарате вот этот у него стеклышко снимается на шурупчик то есть он немножко потертый это мы все уберем сотрем вот здесь вот немножко по обкололся по обтерся видимо об фюзеляж руль высоты и стабилизатор в общем сделано было все по технологии композитов материалов я это впервые пробовал поэтому не знаю вообще полетит он не полетит было очень много всяких разных с ним например вот видите тут если надавить такой как перкаль она поминается потому что оказалось тут вертолетики летают погода летная не полетать у робинса какой-то 45 вообще ветер такой что сейчас мы находимся ровно на глиссаде аэропорта командирова это поселок беседа вот там находится и сейчас валюты достаточно низко и слетают потому что ветер как раз как я говорил уже за моей спины но вернемся собственно к моему планеру он называется bartini g99 g потому что глайдер 99 потому что 99 сантиметров у него размах крыльев bartini потому что в честь великого авиаконструктора umberto bartini roberto bartini umberto bartini я честно говоря сейчас не помню да и нет что не делает нечестье вот и здесь такая ситуация получилось что я сделал как каркас из здесь проходящих карбоновых прутков потом все это за формировал потолочной плиткой тоненькой кстати вот насчет самолетов очень низко все не летают и отвлекают так вот я сформировал из потолочной плитки потом каркас некий такой то есть сами по верхности потом все это дело покрыл стеклотканью на эпоксидке и вроде все было хорошо до тех пор пока я начал красить красить начал белой краской изначале крылья должны были быть белыми и получилось так что эпоксидка не везде в поры закрыла полностью и остались небольшие отверстия микроскопически через которые краска я вообще думал что это не краска она аэрозольная на основе ну водорастворимой эмульсии какой-то да то есть я почему-то думал что как это называется краски то не помню в общем есть нитро краски да есть не нитро в общем не суть не помню в общем она пропиталась и фактически выла вывела полностью оттуда потолочку она пузырилась так пришлось потом красить черное да и как-то еще укреплять вот здесь вот я поставил такой хватательный крючочек чтобы можно было пальцами взяться и заметнуть но честно говоря я не знаю как все это дело будет плюс ко всему из-за того что не умею управлять мне пришлось навесить сюда элероны и вывести вот сюда вот такие вот можете наблюдать такие вот тяги сейчас чуть попозже я раскручу покажу как у нас устроена внутренность самого самой мордочки изначально не предполагалось то что там будет управление элеронами там должно было быть две сервы то есть на рудер и на элеватор но я понял что в принципе как бы работать с креном очень сложно надо вешать элерон в итоге как вы могли наблюдать элероны были вот а так сейчас я открою возьму небольшую паузу поэтому и так я вот раскрутил держится у нас мордочка на двух таких вот винтиков это нейлоновые винты и вот как все что я себе представляю в первых корка корка была сделана достаточно качественно это единственное качественно что я сделал в этой модели вот и внутренность у нас выглядит вот так то есть есть три сервы с небольшим ходом две из них идут на естественно рудер и элеватор это вот эти вот и одна идет на элерона есть небольшой приемыш и сюда вставляется аккумулятор так что это дело завинчивается убирается вообще в принципе он полностью разборный то есть можно вот вынуть эту трубку вот эту трубку и вообще там сделать склад запчастей конечно да он выглядит немножко страшновато но это мой первый был опыт сейчас я ну не то чтобы сейчас достаточно давно занялся изготовлением еще одной модели уже по модели монокок кстати флюгируется очень хорошо по ветру есть всего 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 300 грамм хотя на самом деле я хотел вместиться в 120 120 не получилось получилось то что вышло вот но теперь я буду умнее как бы и знаю что делать таких ситуаций морда изначально должна была быть вот такой длины где-то вот до сюда вот вот до сюда да вот но это исходя из той схемы по которой я планировал делать но потом пришлось много чего модернизировать даже удлинять морду и заново все это делать такую мордочку тут она кстати укреплена еще и карбоном поэтому у меня задача какая сегодня попробовать его запустить если он пустить как планер метатель это будет хорошо если нет то я отпиливаю здесь вот морду и ставлю сюда винтомоторную группу для того чтобы он летал хоть как-нибудь тем более с таким крылом вот поэтому давайте сейчас я соберу на самолетики со точнее самолет и планер и попробуем против это что-нибудь сделать давайте я соберу самолеты и попробую из этого запустить поехали танцуем на самом деле попробовал сейчас на ветер поставить держится достаточно уверенно поэтому как минимум может быть на поржать что-нибудь получится надеюсь а так будем посмотреть летает очень много самолетов и очень много вертолет и все такие разные декори ну что давайте проверим для этого я брал специально такие вот маленькие аккумуляторы на 300 миллиампер часов они такие вот массивные и потому что планер должен быть легкий и лишний вес ему на пользу не пойдет все 1 готов а это уже знакомый вам товарищ самолет под названием темных сестер который уже не раз был героем моих съемок правда толком он и не летал но это не страшно не факт что полетит и в этот раз точнее наиболее верно что не полетит вы же меня знаете ну что ж надеюсь меня видно у меня видите на голове такая камера надеюсь что доснимет а там посмотрим в общем друзья мои полетели точнее попытаемся а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok